МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосибирцам показали, какой может стать пойма реки Каменки после благоустройства. Недетская забава. Выставку финских комиксов открыли в Новосибирске. Сюжет о космических путешествиях и бытовые зарисовки напечатаны методом шелкографии. Городские дороги приводят в порядок после зимы. Пока цель – только залатать ямы, которые могут привести к авариям. Для этого используют специальное устройство, которое работает даже в мороз. С его помощью за минувшую зиму уже отремонтировали более 250 квадратных метров дорог. Сегодня мэр Анатолий Локоть проверил, насколько установка эффективна и удобна в использовании. Причем лично. Этот прибор – инфракрасный площадный разогреватель. Настоящее оружие по борьбе с ямами на дороге. Сначала он выпаривает влагу, затем разогревает специальную смесь с повышенным содержанием битума. Установка идеально подходит для морозного сибирского климата. Мы им работали при температурах от минус 15 градусов. В принципе, можно работать при температурах и ниже, но время на разогрев заплатки будет уходить больше. И, соответственно, газа сжигаемого будет тоже уходить больше. Заделывать ямы с таким прибором гораздо проще, чем с помощью простых лопат. И быстрее. Для того, чтобы отремонтировать три этих ямы, бригаде рабочих потребовалось около 40 минут. Плюс эта технология заключается в том, что дорогу перекрывать не нужно. Как только все неровности исправят, по ним могут ездить автомобили. Пока это устройство в городе в единственном экземпляре. Но эффективность на высоте. С помощью разогревателя зимой отремонтировали более 250 квадратных метров дорог. Почти полсотни улиц. Установка проста в использовании, уверяют рабочие. Убедиться в этом тут же решает мэр. Всего за несколько минут Анатолий Локоть залатал небольшую яму в асфальте. Залатать не значит отремонтировать. Это, скорее, превентивная мера. Ямочный ремонт – это действительно временное явление. Но он позволяет в холодное время относительно дешевыми способами поддерживать дорожное покрытие. И тем самым соблюдать режим свободный от ДТП. То есть предупреждать ДТП. Беречь машины, колеса и так далее. Установке предстоит работать еще более двух месяцев, пока окончательно не потеплеет. А там уже на ремонт дорог выйдет тяжелая техника. Александр Потенихин и Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Эскиз парка «Природный остров» представили сегодня жителям Дежинского района. Ныне заброшенную территорию в пойме реки Каменки они предложили внести в число 10 претендентов, которые могут попасть в федеральную программу по благоустройству. Напомню, голосовать за лучший проект горожане будут 18 марта. Каким хотят видеть будущий парк новосибирцы, узнала Александра Медведенко. На экране схемы и ландшафтные планы, а в зале – обычные горожане. Проект благоустройства заброшенной территории общественники оценивают придирчиво. Из заросшей кустарником местности предстоит сделать красивое место для отдыха. Там очень много занято гаражами, всевозможными свалками. Поэтому это очень хорошее место для того, чтобы его реконструировать, очистить и устроить там именно экозону, чтобы было чисто. Сделать беговые дорожки, велосипедные дорожки. Можно заняться спортом. Пойма реки Каменки стала кандидатом от Дзержинского района в списке территорий для благоустройства по федеральной программе. Чтобы город получил деньги, жители должны сами выбрать место, где необходимо навести порядок в первую очередь. Все считают по старинке, что власть должна, депутаты должны. Одно из условий формирования и действия этой программы федеральной, которая была, так скажем, анонсирована, это является, конечно же, вовлечение жителей Новосибирска в решении таких ключевых вопросов, как именно какой объект будет представлен. Увидеть окончательный эскиз зеленой зоны горожане смогут на избирательных участках. Эта тропинка вдоль реки Каменка скорее народная. Истоптана она собачниками, подростками и любителями красивых фотографий. Но в перспективе это будет любимое место для отдыха горожан. Планируется, что гаражи здесь снесут, на их месте построят парковки. Также здесь дорожки будут выложены тротуарной плиткой. Кроме того, будет несколько смотровых площадок. Примечательно еще то, что жители сами выбрали это место для благоустройства. До сих пор эту территорию никогда не благоустраивали. Она очень запущена. Начинать придется с нуля. Во всех городах мы сосредотачиваем внимание на центральных, ну как бы таких парадных улицах и площадях, а спальные районы и удаленные районы не всегда получают необходимого внимания. Хотя люди живут именно здесь. Именно здесь они живут с детьми, именно здесь живут пожилые, именно здесь живут люди с ограничением мобильности. Проголосовать за природный остров или другие девять места для благоустройства жителей смогут уже в следующее воскресенье. Список территорий и эскизы опубликованы на сайте. Александра Медведенко, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Благоустраивать в Новосибирске этой весны будут не только парки и скверы, но и территории внутри дворов. Так, жители домов по улице Андрина Лежена в этом году смогут привести в порядок кленовую рощу. Они выиграли грант. Благоустраивать территорию начнут в конце апреля. Сейчас активисты начали разрабатывать проект. Самое главное на этом этапе найти хозяев погребов. Хранилище необходимо засыпать. После того, как снег растает, начнут вырубать старые клены, отсыпать пешеходные дорожки и устанавливать лестницы, чтобы и пожилым людям, и мамам с детьми ходить было безопасно. Поучаствовать в благоустройстве своего двора сможет каждый житель. Все работы начнутся вместе с городским субботником. Грант, он относительно небольшой, порядка 150 тысяч рублей. Но плюс к этому будут задействованы еще средства и моего депутатского фонда, и средства инвесторов, которые готовы просто вкладывать деньги в развитие района. Мы обратились ко всем бизнесменам и предпринимателям Держинского района, которые тоже готовы внести свой вклад. Вот у нас сейчас такая хорошая дата, 85 лет району нашему исполняется. И я думаю, что это такой отличный повод проявиться. Сегодня на мемориальной аллее Красного проспекта торжественно возложили цветы к бюсту трижды Героя Советского Союза, Александра Покрышкина. Он родился 105 лет назад. Почтили память прославленного летчика и земляка сотни новосибирцев, ветераны, пенсионеры, студенты и школьники из военно-патриотических клубов. Я пришел отдать дань уважения Покрышкину, потому что он Герой Советского Союза, я его уважаю. Вот дали цветы, пришли к его памятнику. Он летчик. Не так много подвигов его знаю, к сожалению. Хотелось бы побольше узнать, кстати. Я житель города Новосибирска. Пришел сюда, чтобы почтить память нашего прославленного земляка. Считаем это мероприятие значимым в качестве передачи патриотизма молодому поколению. Семья никак не связана. Просто посчитал своим долгом поучаствовать в таком мероприятии по честному 105-й годовщине маршала Покрышкина. Во время Великой Отечественной войны летчик Александр Покрышкин провел 156 воздушных боев и сбил 59 самолетов противника. Он разработал собственную тактику ведения воздушного боя. Ее до сих пор преподают летчикам. В 1967 году прославленный АС стал почетным гражданином Новосибирска. А через 5 лет ему присвоили звание маршала авиации. Кроме бюста, в нашем городе есть и памятник Александру Покрышкину. Его честь назвали улицу и станцию метро. Его имя носит и авиационный техникум. Новосибирск – единственный город в стране, запечатленный на кадрах кинохроники практически с момента своего основания. Самая ранее из сохранившихся съемок – полет над Новосибирском. Она датирована 1929 годом. Чем живет студия документального кино сегодня? Об этом Екатерина Макаркина в рубрике «Новосибирск на экране». Недавно найденную и оцифрованную кинопленку показывают тем, кто когда-то был в кадре. На последнем показе себя узнала пара. Запечатлен момент их первой встречи. Познакомились, поженились, всю жизнь прожили вместе. Увидеть такие кадры – настоящее потрясение. За сохранность кинолетописи Новосибирска отвечают в Доме документального кино. Западносибирскую студию кинохроники открыли в ноябре 1930 года. В штате было всего 8 человек. Во время войны сюда эвакуируют кинематографистов со всей страны. И до 1942 года главный киножурнал СССР создается именно здесь. У студии большая история. За годы работы на ней сняли больше 300 документальных фильмов. Потом – развал Союза. Здание продали. Но документальное кино города жить продолжает. Уже в другом месте. Черно-белая пленка, она сохраняется. Лучше, да, на новом. Изображение хорошее, неправо непомитое. И главное – информация больше. Это музей Дома кино. Техника, которая сегодня вызывает только удивление, а тогда с ее помощью создавалась история Новосибирска. Монтажный стол еще работает. На нем отсматривают пленки для будущей оцифровки. А на камеру «Канвас» снимали большинство кинохроник Сибири. И иногда даже художественные фильмы. Сергей Русевский, знаменитый кинооператор, выдающийся, снимал «Летят журавли» в некоторые сцены. Потому что камера была мобильная, маленькая, удобная. Взял руки и пошел. Вот мой кормилец-магнитопон, с помощью которого я производил все записи. Выездные такие, ну, когда надо было ходить или куда-то приехать. Он легенький, маленький, удобный очень. Валерий Соловьев в 68-м записал и сохранил музыку легендарного фестиваля бардовской музыки в Академгородке. Негатив тогда изъяли. Такое искусство было под запретом. Но позитив спрятали и годами позже сделали фильм. В картине есть единственные в СССР кадры живого Галича. Уникальных пленок за 90 лет жизни киножурнала «Сибирь» на экране набралось много. Вообще кинохроника – это машина времени. Она переносит, даже человека, который не был там в этом времени, она переносит туда. Никакие рассказы не могут передать, ну, не знаю, допустим, коротких кадров 45-го года, как новосибирцы встречали поезд с победителями, и как на Красном проспекте, как кого-то там стали подбрасывать. Маленькие, короткие кадры, но это просто уникально, совсем другие лица. Сегодня документальные картины о жизни Новосибирска – это не только светлые воспоминания. Для зрителей это возможность лучше понимать свой город. И люди, которые снимали кино тогда, в золотой век документалистики, сохраняют настоящие реликвии для следующих поколений. Екатерина Макаркина, Олег Мощевитин, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. В Новосибирске продолжают принимать заявки на участие в премии «Народный герой». Один из претендентов – писатель и сценарист Георгий Хланской. Он выпустил 18 книг, а по его сценариям сняли три фильма. О том, как оживают персонажи и чем хороши романы в жанре детектив, с автором поговорила Анна Братушкина. Номинация на премию «Народный герой» для Георгия Оландского стала неожиданностью. Его кандидатуру предложила читательница. Журналист, сценарист, писатель. Из-под его пера вышло 18 книг. Остросюжетные детективы для взрослых и один для детей. На самом деле важно говорить детям, что нужно читать. Не все у нас замыкается только на компьютерных играх и на разного телевизора и так далее. Надо что-то нести будем. Пусть это будет даже детектив. Детектив – это хорошо. Это заставляет людей думать. В 14 лет Георгий Оландской закончил свою первую книгу о подростковой любви. Вдохновил его известный сериал «Беверли Хиллз 90-210». Недавно писатель и сам выступил в роли сценариста. Свой рассказ «Ненавижу» он расширил и адаптировал для кино. В 2016-м на экраны вышел четырехсерийный одноименный фильм. Порой истории Георгия автобиографичны, а в героях можно угадать его реальных знакомых. Но иногда он и сам не знает, как поведет себя тот или иной персонаж. Иногда я просто наблюдаю за моими персонажами. Я смотрю за ними и думаю, что же они сделают в следующий раз. И они что-то делают. Иногда я даже сам не понимаю, зачем они это сделали, а потом где-то ближе к финалу. А, вот же оказывается, он сделал это, потому что ему надо было сделать вот так. Прием заявок на участие в премии «Народный герой» продолжается. До 12 марта можно предложить своего претендента. А затем к работе приступит экспертный совет. Экспертный совет в Новосибирске входит порядка 15 известных жителей Новосибирска. Это общественные деятели, политики, спортсмены, бизнесмены и представители творческих профессий. Эксперты определяют шорт-лист участников, а победителя проекта выберут с помощью народного голосования. Анна Братушкина, Денис Савинский. Новосибирские новости. Кем гордится столица Сибири? Мы ищем настоящих героев. Номинируй тех, кто достоин. Отправь заявку на участие в Новосибирской региональной премии «Народный герой». Подробности на сайте или по телефону 349-9149. Финские комиксы на шелке и необычную выставку открыли в областной библиотеке. Времена меняются. Так назвали экспозицию. Меняется и отношение к историям в рисунках. Космические путешествия, бытовые зарисовки, рассказы о человеческих судьбах. Это уже не картинки с подписями, а вид современного искусства. Михаил Якимов побывал на экспозиции и узнал, какой он. Скандинавский комикс. Один лист, одна история. Такие короткие комиксы рисуют финские художники. Истории не похожи одна на другую, как по стилю рисовки, так и по задумке. А нет ощущения, что здесь скорее плакаты, чем привычные комиксы с движениями, с историями? Ну, есть, да, такое ощущение. Ну, я думаю, что это связано с форматом выставки, когда ребятам хотелось как бы в каждый лист вложить один комикс. Соответственно, если здесь порядка 60 листов, то это 60 комиксов. Ну, они достаточно так плотно скомпонованы. Сибирские художники в этих работах находят много параллелей между русской и финской культурой. Допустим, картинка, которая здесь представлена, по-моему, это иллюстрация к знаменитому произведению Сутеева «Терем-теремок». Вот тут березы присутствуют. Да, фактически тот же пейзаж, который у нас в Новосибирской области. В России больше распространены американские и японские комиксы, где есть строгие каноны и персонажи похожи друг на друга. Здесь все иначе. Карикатурные пришельцы, единороги в лифте, зайцы звонят в полицию. Даже объединение финских авторов называется необычно. Кути-кути. Кути-кути в переводе с финского означает «пощекотать». И темы для своих работ художники, входящие в объединение, выбирают весьма щекотливые. Например, вот это называется «Женское разорение» и говорит о том, какие пороки делают современных девушек более скудными душой. Или вот эта работа, в которой автор говорит о том, что многие люди не думают головой при выборе профессии и хватаются за первую попавшуюся. Альтернативный взгляд на проблемы общества всегда привлекает внимание. Тем более, если этот взгляд яркий и нестандартный. Придумывая новые формы в библиотеке, в том числе основанные на искусстве, мы всегда стараемся привлечь молодежную аудиторию, придумать новые форматы. И комикс – одно из решений, потому что сегодня молодые люди активно интересуются комиксами. Темпора мутанур. В переводе времена меняются. Название выставки подчеркивает. Отношение к комиксам меняется тоже. Это современное искусство, где у каждого автора свой стиль и своя манера повествования. Оценить ее можно в областной библиотеке до 27 марта. Михаил Якимов, Денис Савинский. Новосибирские новости. На этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова